Всякие годы были в истории России, славные, не очень славные, но всевозможные, так скажем. И вот один из годов, это далекий 1775 год, 14 августа. Как раз пятачок того времени Екатерины Второй. Так вот Екатерина Вторая, 14 августа, своим манифестом ликвидировала Запорожскую сечь. Была такая общественно-политическая военная организация украинского казачества. Запорожская сечь, долго сохраняла она относительную автономию в Российской империи, поскольку играла видную роль в ее войнах с Турцией и Крымом. После воссоединения Украины с Россией в 1654 году на Запорожье были распространены привилегии, которыми пользовались другие российские казачьи войска. Запорожская казачество защищало южные границы России, но одновременно и укрывало беглецов, прятавшихся на сече от преследования царских властей. Правительство Екатерины Второй вынуждено было терпеть казацкую вольницу, пока нуждалась в ее помощь при борьбе с турками и татарами. Однако после победы в русско-турецкой войне 1768-74 годов царское правительство перестало нуждаться в сохранении сечи. Кроме того, во время Крестьянской войны 1773-75 годов, когда против режима Екатерины Второй выступила повстанческая армия Емельяна Пугачева, на Запорожье произошли антиправительственные волнения. Так продолжаться не могло. Угрозы с этой стороны терпеть не было необходимости. И вот в итоге после победы царизма над Пугачевщиной манифестом Екатерины Второй от 14 августа 1775 года вышел такой вот об уничтожении Запорожской сечи и о причислении оны к новороссийской губернии. Запорожская сечь таким образом была ликвидирована. Земли запорожцев стали раздавать русскими и украинским помещикам, а местное население закрепощалось или превращалось в государственных поселян. Многие казаки бежали в турецкую Добруджу, где основали Зудунайскую сечь, и числились на султанской все-таки службе. В 1782 году из бывших запорожцев, оставшихся в российском поддомстве и живших близ турецкого погранични на Южном Буге, было образовано Черноморское казачье войско. Но в 1792-1993 годах, после новых побед России над Турцией, его отряды были переселены на Северный Кавказ, где возникло Кубанское казачество. Таким образом, из Запорожской сечи несколько видов казаков получилось. Может быть это и хорошо, но вот для Запорожской сечи это был конец. Ну что ж, вот такое вот событие. На этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание. До свидания.